Давай в студию позовем коллегу Стаса, который два года проводил с ним совместные стримы. Это Кирилл Зырянов. Давайте позовем. Здравствуйте, господа, здравствуйте, здравствуйте. А вы же были у нас уже? Я был у вас, да, в 2017 году. А вы жена бывшая господина футболиста. Вы видите, мы еще застряли в том году. Меня зовут Кирилл Зырянов. Стас Решетняк, который вот непосредственно... Вы стримили вместе с ним? Стримил два года, два года. С ним вместе. Он присосался ко мне, да, присосался ко мне. Ввиду чего? Ввиду того, что я с 2012 года стримлю. И он решил присосаться к Тупгеймеру Минзе Волду в 2017 году. Сколько вы за стримы получаете? За стримы, когда с пиявкой я стримил два года, вообще там ничего, не было денег. Вообще абсолютно. Пиявка это страшно, да? Сейчас вполне, когда я абсортируюся от пиявки... Вполне это сколько? Пиявки? Ну... Ну, тысяч пятьдесят. Пиявка за стрим? Нет, месяц. Месяц. А понять, в чем суть? В зависимости от того, что вы как бы сами предлагаете вот всякий трэш, пытаясь на этом заработать. То есть здесь другой механизм. Я не трэш предлагаю. Это не то, что ты пришел, и тебе говорят, мы тебе будем платить пятьдесят тысяч, вот давай что-то делать. Подождите. Здесь, по сути, вы сами заинтересованы, как бы людей выручили, чтобы творить этиотизм. Не орите, подождите, не орите. Пиявка это Стас. Пиявка я по постамине, да. А когда вы стримили два года с пиявкой со Стасом, вы не зарабатывали? Я только работал на него фактически. То есть он забирал все деньги? Ну, пятьдесят на пятьдесят. И то, это с***. Ну, это, скажем так, там сотрудничество было. Благодаря мне там повысили ставки. Вместо тысячи рублей стали три, там, четыре тысячи рублей платить. И он время отрыва не пятьдесят процентов. Когда вы соединились с ним? В 2019 году вторая поездка в Геленджик произошла у нас. И в Курилке я говорю, мы пошли. Отстань, пиявка, насосался. Да, вот с Стасом вместе с Хентой пошли в Курилку. Говорю, вот мне девчонка понравилась, вот так, хочу с ней замутить. Так. Все, отстаньте от нее, буду с ней. Кирилл, скажите мне. Пиявка же взял, стал ее обнимать впоследствии. Я понял, что два года эти были потеряны. Кирилл, Кирилл, там самый большой прайс стоит сесть на бутылку. Вы на бутылку садились? Я никогда в жизни на бутылку не хотел, было такое, но случайно. Опа! Нихуя себе, блядь! Ебать! Серьезный, кстати, момент был. Случайно. А кто забрал среди? Давайте посмотрим на нарезку ваших стримов. Я вот заметила, сидят эксперты, сидят ведущие, в шоке. Вы сидите втроем. А чего в шоке-то? А чего в шоке-то? Вам это действительно интересно? Это вам весело? Вообще, когда мы это смотрим, хоть чуть-чуть стыдно? Не стыдно. Ты гордишься своим контентом? За исключением тогда, когда я был пьяный и показывал на Германии приемы. Ты всегда пьяный, как я понимаю. А вы анализировали вашу аудиторию? Это какого возраста? У меня аудитория, они малолетки, я вам скажу, и не треш-стримы. У Стаса аудитория какая была? Какой возраст? Более 20+. 20+. Да, 20+. Но его смотрит довольно-таки мало людей. Это вы называете не в счет? Это не в счет. Это не в счет? То есть вы бьете пощечину, бьете нагалью. Пощечину, пощечину, пощечину считаете? Пощечину это не в счет? Нет. А вы сейчас трезвый? Трезвый. Чистый? Чистый. А вы в какой школе учились? Четвертый. Это какая-то специальная школа? Нет, какая-то специальная. Я в кадетах учился. А, да? Да. Скажите, а вы осознаете, что с вами может произойти вот подобная ситуация? Подобная, что мне... Что, я умру на стриме? Да, что вы попадете в ситуацию с уголовной ответственностью. Да, я не буду закидываться таблетками и офигевать от этого.